В Коркинском районе следователи завели уголовное дело о халатности из-за нападения стаи собак на 11-летнюю девочку. После встречи с агрессивными животными младшеклассница оказалась в реанимации. Причем это не единственный подобный случай за последнее время. Все подробности в материале. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации Коркинского района, которые отвечают за отлов собак. Сейчас устанавливаются работники, по вине которых на 11-летнюю девочку напала стая бездомных псов. Все произошло, когда ребенок шел в школу. Как говорят очевидцы, животных было не меньше пяти. Пострадавшую с травмами головы и тела доставили в больницу. На данный момент мой ребенок в реанимации, под искусственной вентиляцией легких, делают переливание крови и капают плазму. А в поселке Федоровка бродячий пес покусал лицо 12-летнему мальчику. Ребенок был на детской площадке, когда к нему подбежала собака. Ребенок сидел на лавочке во дворе. Он говорит, подбежала собака, укусила его рыжая. Он его не задирал, ничего. Он говорит, я даже не понял, что произошло. Животное вцепилось прямо в лицо мальчика. Собаку едва оттащили, а ребенка повезли в больницу. Там ему обработали раны и поставили два укола от бешенства. Повезло, что рваных ран не было. Но теперь мальчику предстоит долгий период восстановления. Ему каждый день придется ходить на перевязки. А это последствия встречи с агрессивным хаски в том же поселке. На этот раз ребенку пришлось накладывать швы на лицо. Стражи порядка быстро нашли хозяйку собаки. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. А Ярика, так зовут пса, поместили в приют. Сейчас ему ищут новых хозяев. А жители деревни Ключевка боятся покидать дома из-за свора бродячих собак. Псы чувствуют себя хозяевами поселения. Вот как? Как выходить на улицу? Смотрите, что творится. По одному здесь теперь не ходят. Местные жаловались в местную администрацию, но результата пока нет. Теперь людей на улице не встретить, а только злых собак. Эту стаю бродячих собак заметили в Копейске. По словам людей, животные живут на местной стройке. И кормят их жители ближайших многоэтажек. Другую стаю заметили на улице Хохрякова. Люди боятся, что бездомные псы могут напасть на детей. Ведь совсем рядом находится детский сад. А что собаку делаешь? На фоне таких событий появились и охотники на псов. На свалке в Аше нашли собаку, завязанную в строительный мешок. Из плена спасли пса рабочие. Они рассказали, что выгружали мусор из машины и заметили собачью голову, торчащую из мешка. Всё тело животного было перевязано верёвкой, а узел был затянут на шее. В таком виде собака никак не смогла бы спастись сама. Когда пёсика освободили, он уже еле стоял на ногах. Спасители животного не исключают, что кто-то выбросил четверолапого в мусорный бак и специально прикрыл его сверху. Только по счастливой случайности собаку вовремя заметили в куче мусора и вытащили на свободу.